Сначала, я не знаю, зачем все вставляют картинки в презентации. Я не понимаю, зачем, но я на всякий случай вставил. В общем, докер это не очень страшная технология, если что. Она больше пугает, чем на самом деле страшная. Следующая картинка у нас, она вам понравится обязательно. Не сможете оторваться. Она впечатляет. Будете потом всем предлагать ее. И сами есть вообще будете. И что, в общем, я пошутил. Ладно, все, картинок больше не будет. Это было все из картинок. Изначально, некоторое время назад, компания, одна небезызвестная, написала документ, который называется по-английски 12-фактор. Это 12 принципов, которым должно быть подчинено совершенно любое произвольное приложение. И, типа, если ваше приложение будет подчинено этим 12 принципам, и будет соблюдать все каноны этой религии, то... В рай не отправится, но любой девопс вас будет при встрече целовать. А в зале, наверное, куча девопсов, они со мной не согласны. Но эти принципы, они должны быть про любое приложение. Нельзя же одновременно рассказывать про Node.js, про Java и про Ruby. Поэтому эти принципы, они деланы... Я не стал переводить. Они были сделаны с точки зрения, как этой всей хренью управлять. Ну, некоторые из них, да, это то, что конфигурация приложения должна делаться исключительно через настройки окружения. Самый клевый способ, это когда у вас приложение читает переменные окружения и узнает, куда его можно ходить внаружу через эти переменные окружения. Это означает, что можно потом, впоследствии, запустить 500 тысяч миллионов инстансов вашего приложения, и каждый будет читать свои настройки. Там лот-балансеры, там всякие горизонтальные масштабирования, в общем, такие какие-то штуки непонятные. Там, допустим, что-нибудь такого интересного. Вот. То, что надо работать не с сокетами, как хотелось бы, а с портами. Любой там админ мне, этот, говорит, ты, Алексей, не прав. Вот. Я с тобой не совсем согласен. Сокеты, они же быстрее, черт побери. Но быстрее это не значит масштабируемой, да? Масштабируемей. Мей. Мей. Потому что сокеты, они, вот, файлы читай, а порт, он может быть где угодно в интернете, и, соответственно, ваша инфраструктура будет масштабироваться вне зависимости от того, на какой машине находится тот или иной сервис, приложение, или что там у вас сегодня, я не знаю. Ну, эти принципы, они полезны без любого докера, и я вам советую их придерживаться. Документ называется 12-фактор, компания, которая их придумала, называется Heroku. Я подозреваю, что все о ней слышали. Вот. Дальше будет скучная часть про азы докера. Она самая большая, наверное, эта часть. Вот. Что такое вообще докер? Наверное, проще всего объяснить это, узнав, откуда они взяли это слово докер. Если в зале кто-нибудь есть, кто работает в фортовом доке, вот, он знает, что, да, он все поймет, можно дальше не продолжать, вот. Когда-то давным-давно, когда груз возили туда-сюда, там, с континентов, по рекам, по дорогам, это был кромешный ад. Все паковали все эти чемоданы, чулки набивали, мешки, и оно вот вываливалось все по дороге. Одно рвалось, второе не рвалось. Короче, с некоторых пор появился стандарт вот такого вот контейнера. Вот. Этот контейнер, он был везде одинаковый, и трейлеры под него делали, эти машины большие. Так, чтобы колеса, колесная база рассчитана была по то, что туда поставят этот контейнер, и она будет по дорогам кататься. Вот эти большие корабли, они тоже делались с расчетом того, что у них будут вот такие контейнеры, и ничто больше. Это дало невероятную, ну, во-первых, это стало слегка неудобно, потому что если надо перевести нечто больше, чем этот контейнер, надо было очень сильно заморачиваться. Вот. Или, допустим, надо перевести меньше, чем этот контейнер. То есть дают тебе один контейнер, а тебе надо, перевезите, пожалуйста, вот этот отсыпал там чуть-чуть, перевезите мне. А вот тебе контейнер, перевози. И получается, какая штука? Что эта штука стандартизировала любые перевозки. Стало невероятно удобно этим управлять снаружи. Повысилось просто, трафик повысился как таковой. В принципе, докер вот в компьютерном смысле, он делает ровно то же самое. Он стандартизирует все-все-все процессы. Он говорит, ребята, смотрите, если ваш процесс программы или что там у вас сегодня запускается внутри докера, мы будем ее запускать где угодно, и процессу станет все равно, где ее запускают, а тому все равно станет все равно, что внутри запускается. Это, собственно, в этом и плюс. Первая ошибка, те, которые слышат buzzword докер и читают в гугле, это то, что докер это не как в мваре. Это не виртуальная машина. Это виртуализация процесса, а не компьютера. То есть вы на одном и том же компьютере, на одном и том же процессоре с одной и той же оперативой запускаете несколько процессов, которые физически не могут добраться друг до друга. Они, собственно, в этом контейнере находятся и там себе делают, что хотят. Пусть там хоть rm-rf пишут, ради бога. Все можно, но внутри контейнера. Вот. Поэтому первое, что надо сделать, это думать в обратную сторону. Мы запускаем процессы на одном и том же компьютере, а не создаем кучу виртуальных компьютеров. Вот. И такой сразу первый пример. Вот в момент запуска этой строчки у нас запускается вот этот виртуальный процесс, на нем настраивается сетка, она там что-то куда-то пробрасывает, какие-то айпишники, шмайпишники. И вот каждый раз, я нажимаю Enter, у меня запускается вот этот виртуальный процесс. Заканчивается эта строчка, выполняется, у меня этот процесс стреляется. Запуск докера невероятно дешев. Вот. В отличие от всяких vm-var, которые поди-ка разверни, подожди минут 15, пока оно там стартанет. Вот. На чем это основано? Почему считают ребята, что это вообще было возможно? Почему они… Когда-то чувак по имени Торвальдс, он сказал, что все вокруг нас это файлы. Если придерживаться этой идеологии, в принципе, можно все. Можно обращаться к принтерам, можно к монитору обращаться, а можно там к тексту обращаться. И, в принципе, это легло в основание целого семейства операционных систем. И все там живут счастливы просто невероятно. Так вот, докер, по сути, ребята, которые придумали докер, они задались целью виртуализировать работу с файловой системой. Им было все равно на все остальное. Если они научились виртуализировать работу с файловой системой, то… Ну, ограничивать работу с файловой системой, то они, в принципе, научились все. Вот. Все остальное – это обвязки вокруг этой всей штуки. Вот. И им на помощь пришла файловая система в системе Linux, там, в общем. Эта файловая система, она такая волшебная, она read-only. Она была только на чтение. Ее нельзя записать, можно только прочитать. Ну, конечно же, можно записать, потому что как можно что-то прочитать, не записав. Вот. Но это вот как долотом по камню. Один раз высек, и все. Это навсегда. Вот. И такая, казалось бы, несуразная файловая система, она сейчас крутая вообще, она сейчас всех заруливает. Я не помню, что там на следующем слайде. А, ну да, отлично. Вот. Что сделали? Получается, представьте себе, ну, там, какой-нибудь гид. Все знакомы с гидом, все там гитхабом пользуются. Когда мы делаем первый коммит, он что-то там куда-то закоммитился, и там остался. Когда мы делаем следующие изменения, предыдущий гидовый коммит, он никуда не девается. Мы можем удалить тот файлик, который закоммитили, а в следующем коммите опять его добавить. И каждый раз это будет новый слой, новый коммит. Вот в докере и в этой файловой системе происходит ровно то же самое. У нас есть базовый какой-то слой файловой системы. Мы туда что-то написали, 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 потом берем новый слой, создаем, и туда что-то написали. Итак, у нас есть куча, 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 куча слоев, а вверху последний слой, он тот слой, с которым мы работаем. Допустим, мы решим все удалить. Пишем rem-ref. Вот. Он в верхнем слое помечает все файлы как удаленные. И на уровне файловой системы. И, соответственно, все, кто пытается прочитать этот файл, ничего там не находят. А вот этот слой и вот этот, там файлы лежат. И они никуда не делись. Вот. И в этом, собственно, вся прелесть. То есть мы, создавая новую, запуская новый процесс в этом докере, мы создаем новый верхний слой от одного и того же предыдущего слоя, как в гите-веточке. И у нас все вообще получается прекрасно. Вот. Тут демонстрация, собственно, этого процесса. Я на своем макосе запустил Ubuntu. Вот. И сейчас буду файлики создавать. Я создаю два файла. Сейчас вот они, эти два файлика. И потом запускаю еще раз то же самое. Вот. И этих файликов там почему-то нет. Потому что… Да, вот нет. Потому что это два совершенно разных компьютера. Вот этот, и они даже разных имени получили. То есть одна и та же команда, один и тот же запуск. Так они создали две разных веточки. А вот, кстати, ключиком RM, минус-минус RM, мы эту веточку удаляем после того, как завершается процесс. И система автоочищается, не оставляя после себя всякого ненужного, непотребия. Вот. Теперь о терминологии. В докере есть две штуки, которые они называют образы и контейнеры. Контейнеры, образы – это, короче, то, что уже закомичено. Это те штуки, которые… Вот у них уже есть слой. Он уже read-only, он уже закрыт. Все. Больше не пишем, только читаем. А контейнер – это штука, которая основывается на каком-то образе и готова писать. То есть открытый слой, да, в который мы пишем файлики, которые мы помечаем там удаленные, неудаленные. В общем, работаем с этим верхним-верхним слоем. Вот. Да, в принципе, все. То есть вот весь докер. Все остальное – плюшки вокруг него, там, образы, версионирование. Там есть в интернете место, откуда эти… можно скачать там что-то. Это все плюшки вокруг, да. Опять же, как в ГИТе, каждый слой, он уникален, унифицируется Ша таким большим, который уникальный во всей вселенной. И можно не переживать по поводу того, что если два одинаковых слоя совпадут по Ша, значит, в них лежат абсолютно идентичные данные, да. Какой у нас следующий слайд? Следующий слайд у нас с демонстрацией того, что такое им образ и что такое контейнер. Мы сейчас смотрим на список образов, которые есть на текущем компьютере. Это образ с Ubuntu из предыдущего примера. То есть у нас есть образ с Ubuntu, и сейчас мы запускаем контейнер, основываясь на образе Ubuntu. Ключик ИИТ забейте. Это, короче, параметры неинтересные. Вот, запустив в одной вкладочке контейнер, во второй вкладочке через команду PS, знакомую всем линуксоидам, мы видим запущенный этот самый процесс. У него там Ша есть, в общем. Да. После остановки этого процесса, этого, после остановки контейнера этого процесса не видно. Вот. Ну, видно, что он, если там специальным ключиком сказать, видно, что он 6 секунд назад был завершен. Вот. То бишь, так мы запускаем вообще, в принципе, все что угодно. То есть у нас есть образ, основываясь на образе, мы открываем, что-то запускаем. Допустим, если мы возьмем тот пример предыдущий, там, где я создавал файлики 1 и 2, да, после остановки контейнера, этот контейнер еще есть, этот слой как бы лежит. Вот он его, бери, используй. Можно его закоммитить, сделать из него образ еще один. Будет образ Ubuntu, в котором есть файлик 1.txt и папочка 2. Вот. Поехали. Вот. И теперь снаружи стало все понятно. Ну, я надеюсь. Вот. Стало? Нет? Да. Вот. А… Да-да. 120 мегабайт. Да, только какие-то цифры, если честно, не совсем понятные. Они такие какие-то не от мира сего. Да. Ответ короткий – да. 120 мегабайт. На самом деле есть там базовый образ, вообще базовый, в котором нет ничего. Его написали сами докерасты, докеристы. Вот. Докеровцы. Пусть будут докеровцы. Вот. И, получается, они его написали, в нем нет ничего. То есть там ноль файлов, вообще нет ничего. И потом, получается, если кто-то захотел сделать свою Ubuntu, он берет, получается, открывает, запускает контейнер, основываясь на там, где нет ничего. И начинает туда накидывать файла. Создает слэш вар, там, слэш бин, туда там файликов накидал, накидал, накидал. Закоммитил, сказал, все, вот она, Ubuntu моя. То есть, когда я пишу docker run Ubuntu, вот, у меня, получается, качается с интернета образ вот этих файликов, которые уже лежат, со всеми там сокетами или что там еще бывает у нас, да. И на нем все запускается. И вот эти 120 мегабайт, это нечестные 120 мегабайт. Ну, в смысле, это меньше, чем 120 мегабайт. Почему? Потому что у нас может быть два образа, которые основывают, ну, как в ГИТе, да, которые основываются на каком-то общем слое. И они там что-то где-то добавляют. И в результате мне в этом списке покажут в первом 120 мегабайт и в втором 120 мегабайт. Хотя они отличаются одним килобайтом. И остальные 120 мегабайт минус 1 килобайт у них общего. Вот. Я ответил на вопрос? Да, хорошо. Как получается работать с докером, если мы находимся внутри докера, да? Как там Эйнштейн говорил по поводу того, как узнать, что мы движемся как вселенная, находясь внутри вселенной? Вот. Да никак. Собственно, внутри докера так и происходит. То есть нет никакого косвенного признака, если это снаружи никто не захотел, потому что мы находимся внутри докера. Ну, да, Linux. Ну, да, можем что-то запустить. Можно сказать, косвенный признак – это когда спрашиваешь список процессов у системы, он там один. Это тот, кто… А, два, получается. Или один. Два. Это тот, кто запущен, и тот, кто спрашивает. Все. Там больше нет никаких других процессов, потому что их там быть не может. Это же виртуализация, черт побери. Вот. Но, короче, в этом есть и плюс. Да? Запущенная вот там внутри штука, она может, извините, гадить, куда ей захочется вообще. Я вот выбрал самую гадящую в мире гадю. Вот. И она… Сейчас мы скачаем этот образ. Вот. И она будет гадить. Вот. Вот она начала гадить. Она что-то там, какие-то кернел, что-то пишет. Я никогда не любил эту технологию, но она вот гадит, да? И она где-то используется, ее кто-то даже любит. Вот. И запущенная эта система, она там внутри этого докера колупается и совершенно ничего не знает про то, что она запущена в каком-то докере. Блин, мир. Там логи куда хочет пишет, куда хочет сохраняет файлики. В общем, все счастливы. Вот. Получается, ну, ей же не только надо самой в себе вариться. Ей же еще периодически надо, как это, получать какие-то реквесты снаружи. Ее должен кто-то палкой тыкать, чтобы она там на какие-то вопросы отвечала. Я взял попроще штуку. Это просто HTTP сервер на порту 3000 запущенный. Вот у нас есть волшебный ключик, которым мы говорим, пожалуйста, на 3000 порту на машине хосте сделай так, чтобы был 3000 порт внутри докера. И на 127.001 порту 3000 запускается. Вот охрень. Я медленно набираю, извините. Запускается. Обычное HTTP тут без этих, без выкрутасов. Вот. Но, опять же, вот там 3000 было, двоеточие 3000. Оно два раза не зря, потому что мы первую 3000, то есть порт хоста, можем менять. А если мы его не укажем, то система выберет вообще произвольный порт, какой ей сегодня вздумается. Вот. И сейчас та же самая хрень запустится на порту 4011. То есть внутри Ruby процесс, он уверен, что он запущен на 3000 порту. Он мамой клянется, что он запущен на 3000 порту. А снаружи это 4011 порт. И какая там внутри порт запущенный, вот там внутри, всем вообще все равно. Порт 4011 и все. Вот. И, соответственно, с одним контейнером еще более-менее просто. И если зная вот то, что я только что рассказал и овладев вот тем, что я только что рассказал в совершенстве, захочется запустить свой любимый Rails проект с Pazgres, с Redis и с Monge до кучи. Еще там Node.js какой-то сервис поднять, логи читал. Вот. И это 4 или 5 там или сколько там. А еще и Kron, не дай бог. И это все как-то надо вместе варить. Первое, что на то время, когда админы узнавали о докере, они первое, что хотели, они запустить некий супервизор хотели, который как бы один процесс, который порождает дочерние процессы и запускает там монги-шмонги там все подряд. Вот. Но это, короче, неправильно. Это ай-яй-яй. Вот. Правильно запускать каждый отдельный процесс в отдельном докер-контейнере. И запущенный каждый отдельный докер-контейнер, они между собой должны как-то общаться через наружу. Это позволит потом бородатым админам, ну или бритым админам, бритые админы как-то не очень звучит, да? Позволит запустить одну штуку где-то там в Америке, вторую штуку где-то в Китае, нет, в Китае плохо, в Индии. Вот. В Индии же хорошо, да? Вот. И запустить эти две штуки, и они между собой как-то будут общаться. У них будут ай-пишники, порты, и они там как-то… Ну, собственно, эти два параметра, это мы, когда запускаем контейнер, мы его как-то именуем. Ну, если мы этого не сделаем, докер за нас как-то проименует его. Ну, чтобы знать наверняка, мы указываем ему какое-то имя, а потом, когда мы запускаем второй контейнер, то бишь в первом контейнере мы запускаем пасгресс, вот, а во втором контейнере мы запускаем наш node.js, вот, и мы говорим, пожалуйста, возьми контейнер о такой, и внутри сделай его доступным по вот такому имени. Сейчас я скажу, что такое по вот такому имени. Что это означает на практике? Сейчас будет… Я сейчас буду долго что-то набирать. Эхо 1. Нормально? Вот. Я что запускаю? Я, получается, запускаю тот же самый Ruby HTTP процесс, который торчит наружу на 3000 порту. Этого вроде как достаточно. В соседней вкладочке я запускаю еще один… Вот он запущенный. Я что, не то видео вставил, не? Нет, запущенный на 3000 порту. Вот, он говорит, система на порту 3000 снаружи видна внутри, как на порту 3000 по протоколу TCP. Вот он как-то его проименовал сам. Я ее не стал именовать. Вот он его назвал, как какой-то там чувак. У них прилагательное и известный чувак они так решили именовать. Запускаем второй процесс. Это голая Ubuntu, обычный баш в Ubuntu. Сейчас мы запущим. И линкуем, получается, тот контейнер. И внутри он будет доступен по имени сервер. Да, сервер. Да запускаю же. Вот. И что это означает? Как это… Что это означает для процесса, который находится внутри? Внутри докер все, что делает, он ставит environment переменная. И больше вообще ничего не делает. Ну, ладно, там еще что-то делает, но то нам уже неинтересно. Я тут пытался показывать, что можно обратиться на порт 3127.01 и ничего не получить. Сейчас… А, он сейчас скажет, нет курла. Я захочу поставить курл. Он скажет, что-то так не бывает. Я сейчас буду еще оптогет апдейтить. Ну, пусть я попишу, расскажу пока. Вот. И получается, он делает вот эти вот environment переменные, называя их по-особому. Ну, вот. И в этом имени будет вся информация об IP-шниках и портах, которые можно достучаться до вот того процесса, который находится черт знаете. Чего там уже скоро, не? Поставил. Оп, вот и get update. Чего я туплю, непонятно. Давайте… Нет, не пропустим. А то неинтересно будет потом. Все слайды не покажу. Вот. И получается у нас задача процесса, который находится внутри контейнера, это прочитать правильную environment переменную. И там будет все написано. Это вся вот канитель была. Нужно показать, что нет такого на порту 3000. И далее нету. Вот. А теперь у нас, получается, есть environment переменные. Сейчас я грепну, чтобы их поменьше было. По слову, не докер, а сервер. Вот. И у нас, получается, есть environment переменные, которые там как-то по-волшебному называются, в которых есть и айпишники, и порты того соседнего процесса. Мы можем обратиться к соседнему процессу, зная, на каком айпишнике, на каком порту он есть. Вот на айпишнике таком и порт… Ну, так уж совпало, что там и там порт 3000. Вот, html-ка вывалилась. Ну, соответственно, так узнавать плохо. Вот, смотрите, сейчас кусочек магии будет. Мы, собственно, будем работать сразу с переменными окружениями без знания вообще о том, какие там айпишники, какие порты. Вот они. Берем переменные, через доллар записываем и получаем то же самое. Вот это уже похоже более-менее на магию. То есть где-то там в интернете крутится какой-то на 3000 порту какая-то хрень, а здесь мы это запускаем. Все, сначала. Я их выписал, эти переменные. То есть у нас… Я не знаю, почему они так сделали. Как мне кажется, это не очень хорошая идея, но им виднее. То есть у них в имени переменной есть порт, который запускается там на системе, ну, то есть там где-то вот… там, где вы его запустили. То есть вы запускаете пасгресс на порту… Забыл. Какой порт у пасгресса? 5432. Спасибо. Запускаете там на 5432. Вот. Потом он торчит внаружу на порту 37153, и у вас тогда переменная будет сервер порт 5432, TCP, там, proto-TCP, а вот здесь вот порт, и вот здесь будет какой-то порт 37547. Вот. Получается, зная вот эти переменные, можно, собственно, вот три числа, которые вам нужно знать. Вы их читаете, и знаете, где у вас тот процесс запущен, который там сложно, правда? То есть раньше запустил пасгресс, он у тебя на 5432 крутится, и все счастливы, а тут какой-то неизвестный процесс, неизвестный порт, неизвестный айпишник. Попробуй, поди догадайся. Ну, первое, что приходит в голову, это воспользоваться какой-то сторонней утилитой, и это обычная консольная утилита, которая занимается тем, что из одного порта на другой что-то пробрасывает. Обширные возможности, я полез в доку, там я даже половину не понял, что они пишут. Вот. Но смысл в том, что мы берем внутри процесса, ну, там где-то запускаем, он не сильно обременяется, систему, мы запускаем сокат порты, которые читают эти переменные, регулярочкой разобрали их, там как-то подставили, и пробросили переменную 5432 на локал-хосте, на переменную 37, на порт 37547 где-то там в интернете, и работаем с локал-хостом, с постгрессом на локал-хосте, как будто это вообще родная технология. Вот. Вообще, изначально я хотел вам это тут листинги показать, как это пишется. Ну, там регулярки, и какие-то параметры, и пайпы, и грепы. Скучно. Поэтому. Вот. Да, давайте. В смысле, я не дошел. Нет, не будет. Нет, это нормальный вариант использования. Когда мы пишем экспорт портов в докере, вот, это нам говорит о том, это докер, создатель контейнер, контейнер, имиджа, говорит, типа, ребята, я внаружу торчу портом 5.4.3.2. Вот. И он больше ничего не говорит. Какой порт будет снаружи, он не знает, а ему, собственно, знать незачем. А когда мы создаем в соседнем контейнере какую-то хрень, которая читает эту штуку, мы, как создатели того и другого контейнера и образа, мы знаем, что там есть порт 5.4.3.2, а тут есть порт какой-то в интернете. И мы читаем переменную TCP сервер, докер, подчеркивание, 5.4.3.2, TCP порт, да, и там узнаем реальный порт. И к экспорту портов это не имеет никакого отношения. То есть экспорт порта это директива, которая указывает, какой порт торчит внаружу, да, это не означает, что он действительно будет торчать наружу. Это создатель контейнера сказал, типа, ребята, мне в системе важен там 80-й порт или там 5.4.3.2 порт. Пожалуйста, его слушайте, его экспортируйте, его читайте, да. Это никакого отношения, в принципе, к тому, что я сейчас рассказываю, не имеет. Ну вот в данном случае, если вы говорите про директиву экспорт портов в файлике Docker File, File, Expose который, вот, это фактически замена вот тем 3000, двоеточие 3000, да, это то же самое. Нет, если вы там пропасываете на local port, если написать один, хорошо, если написать без двоеточие, я просто написать P3000, это будет чтение 3000 порта. Как скажете? Хорошо, спасибо. Можно дальше? Спасибо. Вот. Что я рассказывал? И получается, если нам надо запустить 5000 сервисов и все они будут читать друг друга, вот эта утилита позволит знать о том, какие, на каком порту, где там что работает и как это крутится. Вот. Вот тут я должен был это все рассказывать. Вот. Что у нас еще есть? У нас ребята, которые писали докер, они попридумали еще всяких клевых штук. Допустим, контейнер сеть. То есть это контейнер, от которого надо только, ну, нужен только сетевой протокол и больше, в принципе, ничего. Запущенный вот этот контейнер при обращении в интернет будет ходить через вот этот контейнер. Ну, давайте скажем с помощью магии, потому что в таком случае мы должны экспортировать и читать порты отсюда, а не отсюда. Этот контейнер, он вообще не про экспорт, не про импорт, ничего не будет знать. То есть мы запускаем наш Ruby процесс на 3000 порту здесь и не экспортируем нигде никому ничего. Он запущен отдельно вообще, независимо. А вот здесь мы когда запускаем этот контейнер, мы еще дополнительно скажем, типа, а ты, уважаемый друг, знаешь, что у тебя есть 3000 порт внаружу торчит. Получается, когда мы обращаемся к этому контейнеру, мы попадаем сюда. Ну, и наоборот. Вот. С помощью такой технологии можно отказаться от соката и использовать контейнер-сеть независимо от контейнеров запускаторов. Ну, вот, допустим, мы запустили Postgres и Redis и это их выставили внаружу на тот же самый порт на localhost. Мы выставили на localhost. Вот. Два контейнера. Получается, мы запустили здесь network и здесь мы взяли два network from из этого и с ним работаем. То есть, получается, у нас запущено и Redis и Postgres, но нам кажется, что они запущены на одной машине на одном IP-шнике. Вот. А на самом деле это два разных контейнера. Вот. Такой технологии можно себе построить целую инфраструктуру и код, в принципе, от этого пострадает не сильно. Вообще не пострадает. Вот. Что тут у нас? А, ну, тут я не помню, что тут у нас. Какой-то слайд. А, я показывал, что вот запущенный Postgres и Reddit, специальный такой сервис, называется Reddit. Вот. Они запущены и берут оба сетку из вот этого контейнера. Этот, кстати, BiziBox, это тот минимальный контейнер. Ну, там есть еще меньше, но это тот минимальный, от которого, в принципе, стоит основываться. Вот. И получается, запущенный наш проект, он торчит наружу на 80-м порту и ходит на свой Localhost за Postgres'ом и Redis'ом. И получается, никаких ни чтений портов, ни запись, ни экспортов, ни вообще ничего. Мало того, вот эти вот и Postgres, и Redis, они уже написаны. То есть, если зайти на любую машину и написать Docker, Run, Postgres, у нас запустится Postgres. Ну, там еще пару ключиков, но запустится. Вот. И получается, установка через Docker Postgres'а, это в разы проще, чем установка Postgres'а без Docker. Вот. Есть, когда-то эта утилита называлась FIG, а сейчас она называется Docker Compose, они ее к себе вобрали. Вот. Это специальный файлик в корне проекта, в котором вы описываете вот эту вашу всю развернутую инфраструктуру всех, всего, чего вы там запускаете. Вот. И он у вас запускает с одной командой, которая одинаково для всех проекта. Ну, типа Foreman Start или что там у вас сегодня модно, да? Вот. NPM Start. Я какие еще слова знаю? Вот. А там уже в файликах написано, какие порты, куда экспортировать. Ну, приблизительно вот такое. То есть, мы здесь говорим, что у нас есть текущий проект, он прям в папочке здесь лежит, экспортируется на пятитысячный порт и ему нужен Redis. Ну, и там надо еще дописать было Passgress сюда, да? Почему-то я не дописал. Вот. И оно запустится. То есть, какой профит от этой всей штуки? Это на, допустим, тестировщик, не сильно заморачиваясь, какой у него там сегодня проект и какие технологии, он запускает сегодня Mongo, завтра Passgress, послезавтра Redis и тушит это после выключения компьютера и не переживает, что у него файловая система начинает потихонечку заполняться хламьем, которое потом невозможно удалить. Вот. Ну, то же самое касается всяких тоже экзотических профессий, там, front-end developer или как я их называю верстальщик. Вот. Они тоже могут… Вы что, не переживайте, я тоже верстальщик чуть-чуть. Все мы чуть-чуть… Мама, я опять верстал во сне, знаете-то. И получается, этот наш разработчик, который пишет в браузере, он вообще не заморачивается о тех технологиях на сервере, которые там используют сегодня ребята. Сегодня это JBoss, там, завтра это нода, послезавтра это скала, потом еще какая-то хрень. Вот. Положили файлик один раз, пишем что-то там ап, и оно работает. в принципе, по большому счету, не углубляясь, это все, что я хотел рассказать о докере. Вот. Остальное вы можете почитать сами, ну, или спросить у того, кто знает. Вот. Вот. Там на самом деле много всяких клевых фич. Я сейчас совершенно не затронул штуку, когда вы хотите запустить пасгрессы, чтобы после остановки пасгресса у вас данные никуда не делись, да. Это первый страх при работе с докером называется. Я сейчас остановлю, у меня все таблички умрут. Вот. Это тоже, как это, этот страх тоже борется, с ним как-то можно жить. Это все как-то бэкапится потом там. В общем, с этим можно жить. Это все клево. Вот. Опять же, там есть, как это, работа с ограничениями по памяти. То есть, когда мы запускаем докер-контейнер, мы же не знаем, что там внутри. Там внутри может быть cpl burn. Вот. А мы сейчас все за cpl burn. Вот. И поэтому надо еще как-то ограничить. Минус-минус, давайте ограничим тебя двумя гигами памяти одним процом и то, чтобы не больше 50%. Такое тоже есть. И тоже там используются достаточно базовые технологии Unix. Вот. Давайте вопросы по докеру. Есть какие-нибудь вопросы? Давайте вопросы на микрофон, потому что мы делаем запись видео, поэтому, чтобы было все слышно. Кому вопрос? Вопрос интересует про оркестровку. Когда у нас есть большое уже количество серверов, мы вынуждены разворачивать докер-системы, постоянно, то есть, грубо говоря, 300 серверов. И это делать не руками, а через определенные инструменты, чтобы это все было автоматизировано. В интернете есть ту его грядка, извините, различных способов оркестровать это. Кто-то начнет вам рассказывать про кубернету. Есть еще сейчас невероятно модный, но пока еще в бете, или уже не в бете, не знаю, докер-сворм. Есть там всякие кориос, как операционная система. Представьте себе Ubuntu, в которой запустить можно только докер-контейнер и ничего больше. Вот. Я там попытался запустить систему мониторинга, которая должна была мониторить всю эту штуку и осознал, что она тоже должна быть запущена в докер-контейнере. Пришлось там как-то еще дополнительные ключики и указывать, как-то ее запускать, перезапускать, чтобы она работала. Кто во что гораст. Приходишь, говоришь, давайте, приходишь в одну компанию, говорят, мы кубернетас, мы наелись кубернетаса уже по самое не хочу, мы с ним разобрались, у нас есть 500 экспертов, которые в этом разбираются, они тебе что хочешь развернут. Второй приходишь, говорят, у нас Мезос, есть замечательная операционная система Мезос, мы ее наелись, мы уже знаем, что там Мезосить в Мезосе. Вот. И они ее используют. Приходишь к третьим, говоришь, на баши скриптик написал, он там что-то разворачивает. Есть и такие, да. Вот. Опять же, никто вам не мешает воспользоваться там всякими шефами, папетами, энсиблами, что там еще, какие модные слова есть. И разворачивать это точно так. Ну, то есть, докер это не способ масштабироваться. Докер это способ виртуализировать процесс. Если у вас есть 300 серверов без докера, вы же эту проблему как-то решаете? И вот в принципе, чисто теоретически, масштабирование с докером, это как масштабирование без докера, только с докером. Вот. Единственный у вас плюс состоит в том, что вы точно знаете, куда тыкать палкой в процесс. У вас, раньше у вас, до докера, в до докеровскую эпоху, тогда, когда динозавры ходили еще по земле, у вас были процессы, и с каждым процессом надо было отдельно выплясывать. Этот читал конфиг из файлика, а писал в сокет. Тот читал конфиг из интернета, а писал куда-нибудь еще. Третий вообще никуда не писал и ничего не читал. И все это, четвертый компилировал, что-то складывал, надо было читать, XML-ку, парсить, еще предварительно zip-ом развернуть. В общем, раньше кто во что гораст. Сейчас докер вам гарантирует, как, гарантирует интерфейс работы процесса. Это порт и IP-шник, ну и протокол, да? Все. А дальше вы уже разбирайтесь сами, пожалуйста, без докера. Вот. Если вы возьмете то же самое и напишите себе такие клевенькие процессы, которые реагируют на то же самое, ну там докер не используется, в принципе, вы будете жить точно так же хорошо, как с докером, только без докера. Вот. В некоторых случаях это даже полезно. Кстати, вот тот самый 12-фактор, он же был до докера. То есть, никто тогда даже о докере ничего не знал, а эти принципы придумали. Да? И раньше они там всякие ксены использовали и там что-то какие-то другие страшные виртуализации использовали, но все равно работали по этим принципам. А, ну, докер это такое. То есть, он вам не помогает и не мешает. Нет, помогает, вру. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Лес рук. Вообще, хоть что-нибудь понятно, нет? Да, в принципе, все понятно. Есть такой вопрос. Если вы в проектах использовали докер, как вы мониторили, к примеру, приложения внутри? Примерно там, там, джауски, там, и что для этого использовать? Забикс, какие-то другие? Спасибо. Ну, если я правильно понимаю под словом мониторили, вы подразумеваете... Это не я. А вы подразумеваете процесс чтения логов, это самое главное, да? А всякие там, сколько он памяти отожрал, да? Снаружи с докером можно там спросить, слышишь докера, сколько ты сожрал? Вот. Я не слышу. Все равно не слышу. Раз, раз. Докер статс обычно очень сильно врет, особенно, что касается CPU, он там показывает дикие цифры, там, 120, может, процентов, там, 150, особенно, если там Java-приложение внутри, они обрезаны, скажем. Да, если там Java-приложение внутри, там, все же хочешь, тебе будет врать. Не, ну там, конечно, это ощемленное немножко. Вы правы абсолютно, это проблема. То есть, там точно так же, как в начале вы видели эти 120 мегабайт профайловую систему, это в раке, да? Вот то же самое там касабельно этих, и снаружи, когда ты к докеру говоришь, слышишь, докер, а у тебя там сколько процессов? Он такой, ну, пять. А сколько каждый сожрал? Ну, по 120 процентов. А процессов у тебя сколько? Два. А как такое может быть? Не знаю. Вот. И с ним как-то надо вот так вот разговаривать. Там есть на самом деле там куча проблем. И докер как технология, она крайне сырая. Все ее сейчас пытаются тыкать в продакшн, потом плюются, и после того, как у тебя есть приложение, которое работает в докере, внутри докера, просто убираешь докер, запускаешь то же самое, и оно все еще хорошо работает, да? Вот. Но это про продакшн. Я бы не рискнул использовать докер в высоконагруженных системах, которые там настоящие, там такие, гудят и вырабатывают тепло. Я бы не стал использовать докер, потому что страшно. Вот. На самом деле не очень. Ну, видите, вы не боязливый, я боязливый. Если вам не страшно, это же не значит, что проблемы не существует. Вот. И поэтому был вопрос по поводу мониторинга. Все плохо. Да, как бы уже убедились. Тут или все понятно, или вообще ничего не понятно. Я подожду, одной половине зала ничего не понятно, а второй половине зала она и так все знала. Смотрите, вот докер с частой регулярностью любит крэшиться, ну, там, в зависимости от того, что вы там в нем вертите, не вертите, там, неважно. Это да. Вот. И очень часто он за собой оставляет зомби-процессы, висящие на хвост машине. Вот. Вы с таким сталкивались? Как вы с таким боретесь? Сталкивался? Не борюсь. Принимаю, как есть. Когда, когда что-то любишь, когда кого-то любишь, его надо принимать таким, какой он есть. Ну, да, зомби-процессы бывают, и, как это, если вы откроете докер, гитхаб докера, да, и почитаете issues и сверху вниз, там, такого добра и зомби-процессы выглядят такой, даже не очень страшной штукой. Ну, есть, но не страшно. По сравнению с тем, что там остальное есть. Вот. Да, ну, опять же, технология крайне сырая. Я бы, вот если у меня подошел бы кто-нибудь там, Билл Гейтс, спросил, слышишь, вот, Алексей, нам очень важно твое мнение, вот, где использовать докер? Вот. Я бы ему так, положа руку на сердце, сказал, только в девелопменте. Ну, вот. Ну, наверное, шутка была хорошая, но я ее не услышал. Вот. Вот. Этот. Только в девелопменте. Ну, максимум там на CI. Почему там на CI? Я на CI ее использую. У меня есть сервис. Вот. Я любовно его выписываю. Это фактически CI сервер с возможностью запуска стейджинга. то есть, если у вас там есть проект с пятью веточками в гитхабе, в гите и с пятью полреквестами в гитхабе, я вам запущу пять разных серверов. То есть, внутри докера. Я там с этими сокатами, всеми, с network from'ами и с экспортами портов уже очень хорошо потанцевал. Вот. И знаю, как эту штуку запустить для разнообразных проектов. Будь то Java, Ruby, Shmubi, Scala, там, что там, Erlang. Да, есть проблемы. Вот, кто-то там про зомби-процессы рассказывал. Это не самая страшная штука. Там страшная штука, когда ты говоришь умри, а он не умирает. И ты приходишь, знаете, как в фильме. Я же в тебя уже шесть раз выстрелил, падай. А Борис Бритва все живет и живет. Вот. Это значительно страшнее, чем зомби-процесс, который раз в денек. Да, действительно. Я повторю микрофон. Да, действительно, с MySQL есть проблемы, когда он там кого-то что-то запускает и кто-то кого-то форкает. И kill надо говорить не тому, кому хочется сказать умри. Вот. И на самом деле такого добра валом. То есть там с Java вообще отдельный разговор. Ей говоришь, вот тебе 500 мегабайт, хватит тебе, не ешь больше. Она говорит, я вижу у тебя кучу свободного места. Ну почему? Ну если очень хочется, то же можно ведь, правда? И отъедает все, что из них. Все, все, что даешь. Вот. Ну опять же, то есть, как по мне, самая страшная проблема, ну вот здесь, я в этом сервисе с ним столкнулся, это не зомби процессы, которые я там зайду и ручками как-то там с ними разберусь раз в неделю с пачкой процессов. Ладно, бог с ними. То есть, это, ну можно там что-то автоматизировать. Я жду пока там ребята в докере это все пофиксят, чтобы такого не было добра. У меня, допустим, проблема возникала с тем, что у меня просто место на файловые дескрипторы заканчивались. Не место, а файловые дескрипторы. Он там открывал этих файлов, что-то там куда-то писал и не закрывал. Я захожу, говорю, сколько у тебя тут места на свободно? Он такой, ну почти все, там 95% свободно. Создай файлик. Не могу. Че, места нет. Вот. И вот это вот значительно страшнее. Там приходится там что-то с ними как-то там запускать процесс по крону, который что-то там закрывает, удаляет, чистит. Ну, в общем, там все, все плохо. Ну, в этом смысле, как все плохо, да? Все хорошо, но плохо. Как с любой нормальной, вот Java, она же плохая, ну, положа руку на сердце, вот так, если признаться, да? Она же ужасная, она там что-то где-то течет, какие-то, в общем, ну, она везде, ребят. И тут уж против этого не попрешь. Она плохая. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус, так и с докером. Он ужасный, но его надо жрать, потому что он вкусный. Все знают, что на утро будет, после того, как вечером кактуса нажрешься, да? Будет башка болеть, там, в общем. но все равно все идут и едят кактусы. Сегодня же пятница, пойдем есть кактусы, нет? А сегодня четверг, да? А я уже настроился на поедание кактусов. Вот. Я верну слайд, да. Давайте какой-нибудь смешной вопрос, а то все там про кубернетасы что-то спрашивают, непонятно, про зомби-процессы. Нет смешных вопросов? Про Windows? Смешной. Смешной вопрос про Windows. Да все, вопрос прозвучал, я все понял. Вот. Ну, все ж видели на хабре этот баннер Microsoft любит Linux, да? Не видели? А, у вас, наверное, блоки стоят, да? Вот. Microsoft сейчас занял политику активного любления Windows'ов, этих Linux'ов, да? Они поняли, что они не в ту сторону, наверное, свернут. Я не знаю, им там виднее, мы-то тут что можем рассуждать. Вот. Ну, они сейчас приняли активную политику Open Source'а и Unix'а, да? Все слышали про новость в десятке Basha, да? То, что интегрируют вот эти всякие LS-L и прочие вкусности. Я не думаю, что кто-то ими будет пользоваться, потому что те, кто ими пользовались раньше на MacOS'ах и на Linux'ах, в жизнь не пойдут на Windows'е этим пользоваться. А те виндузиадники, которые пользовались Windows'ом без этого, они будут продолжать пользоваться Windows'ом без этого. Но, тем не менее, это все к чему. Я что-то отвлекся. Microsoft принял активную позицию внедрения в себя всяких Linux-технологий и я подозреваю, что через некоторое время там где-то в закромах Мордора орки пашут над тем, чтобы интегрировать файловую систему какую-нибудь ZFS с Windows'ом подружить, чтобы можно было на ZFS операционную... Ну, вы поняли, в общем. Файловую систему работать, запустить вместе с Windows'ом и тогда можно будет и Docker там запустить и все что угодно. Я не знаю, что такое Windows' контейнер и подозреваю, что хорошо, что не знаю. Да? Правильно? Да, есть... Сейчас вот я вот поставил себе буквально вчера мне пришел инвайтик. Появилось там бета, Docker, что-то там, которое на macOS'е работает более-менее нативно и... Ну, как более-менее? Вообще не нативно, но все думают, что нативно, да? Вот. Я сейчас же на macOS'е запускался, а macOS'е, она настолько же далека от Docker'а, как и Windows. Просто потому, что она не поддерживает те файловые системы, с которыми бы Docker'у хотелось работать. Вот. Раньше что делали? Раньше запускали в mVario, а внутри запускали докеры. Зачем мне докеры, если у меня есть в mVario? Ну, опять же, macOS'ю в продакшене редко кто пользуется, а все что-то пользуются Linux'ом, вот. Потому что MacBook'и в качестве серверов, наверное, дорого держать. Вот. Но, тем не менее, да? Я не знаю, ответил ли я на вопрос, но пошутил. Все, чули? Ну, тогда еще последний слайд. Завтра будет встреча нашего клуба. А есть кто-нибудь с Ламда-клуба? Нет? Привет! У нас завтра встреча Ламда-клуба будет. Мы там говорим про лямбду. Вот. И про всякие функциональные штуки, типа монады и там еще много-много страшных слов. Вот. Это будет завтра. Зайдете на lambdaclub.net и почитайте подробнее. Завтра у нас еще, если погода не испортится, приглашенный гость будет из Киева, который завяжет интересную дискуссию про функциональное программирование, архитектуру функционального программирования, архитектуру функционального программирования. Обещает задеть даже такую клевую штуку, как ДДД, если это вам о чем-нибудь говорит. Ну, в общем, в любом случае мы будем рады видеть завтра вас, кто не постесняется прийти послушать про лямбды. Отлично. Про лямбду услышали, про докер тоже услышали. Если вопросов нет, все понятно, ну, по крайней мере, надеюсь, надеемся так, да, были бы вопросы, задавали. Хочу поблагодарить Лешу, что поделился своими какими-то знаниями, опытом и болью работы с докером. Мне кажется, что любой язык программирования это боль, потому что каждый, кто здесь выступает, он постоянно рассказывает про свою боль, какие у него проблемы и как ему весело, интересно живется. Как-то так. Спасибо большое, Леша. Давайте поаплодируем. Леша. Спасибо. Спасибо. Спасибо.